всем привет сегодня немного углубимся в скрипты как оказалось не все про них знают а если видели эту незаметную вкладочку то еще не знаю для чего она и как там что работает тем не менее считаю что они играют очень важную роль в автоматике и знать как их использовать лишним не будет еще я покажу пару расширений которые помогут вам лучше понять как эффективнее можно использовать ваши промпты и ваши лоры начнем с самого простого prompts from file or textbox или prompt из файла или текстового документа то есть здесь просто можно загрузить текстовый файл с промптами и автоматик будет генерировать все промпты из него пока они не закончатся если поставить галочку тут то он будет генерировать с одним сидом если поставить галочку здесь то будет генерировать с разным сидом ниже можно выбрать начать с начала или с конца с этим вроде все понятно перейдем к скрипту посложнее prompt matrix или матрица подсказок этот скрипт нужен для того чтобы наглядно понимать как тот или иной токен влияет на промпт как он работает пишите промпт у меня например будет такой woman blonde smiling style steampunk где вместо запятых ставите разделители чтобы выделить каждый токен отдельно это может быть слово или словосочетания где первый токен будет определяющим как это выглядит первая картинка это первый токен который по умолчанию будет оказывать наибольшее влияние на все остальные поэтому в этой таблице он даже не прописан но если мы перейдем на саму картинку в позитивном промпте будет написано woman дальше woman blonde woman smiling и woman blonde smiling во второй колонке будет также сначала woman steampunk woman blonde steampunk woman smiling style steampunk и последняя картинка включает все токены нашего промпта таким образом вы наглядно можете видеть какой будет картинка если какой-то токен будет в ней отсутствовать и как он влияет в целом на все изображение ниже у нас небольшие настройки первая галочка означает что все переменные или токены из таблицы будут перемещены в начало например если у вас был вначале токен woman то теперь он будет в конце в начале идет blonde потом blonde smiling и так далее а в конце уже blonde smiling style steampunk woman вторая галочка добавляет каждому токену рандомный сид здесь можно выбрать негативный промпт а здесь вместо запятых будут пробелы ползунок определяет сколько полей будет в сетке если например промпт будет большой в качестве аналога промпт-матрикс есть расширение тестмайпромт работает она примерно по такому же принципу генерируется сетка изображений где каждый токен разделяется запятой только в каждом поле будет сгенерирован промпт без какого-то определенного токена это решение будет полезно больше для больших промптов если кому-то интересно можете его потестировать устанавливается как обычно через extensions добавить ссылку перезагрузить возвращаемся обратно в скрипты видим что появился новый скрипт который называется тест майпромт выбираем его теперь добавляем промпт на этот раз выберу промпт по длине это будет красивая девушка собирающие яблоки в зимнем саду в стиле альфонсо мухи в тренде над station выставляем настройки чтобы промпт был посимпатичнее и генерируем и теперь можно визуально увидеть как работает промпт без какого-то определенного токена можно понять какие токены были лишними и без каких картинка выглядит интереснее здесь можно выбрать как позитивный так и негативный промпт скипнуть количество первых токенов настроить таблицу и размер шрифта но пока я перейду к следующему скрипту который называется xyz plot я считаю что эта штука вообще незаменимая особенно для тех кто начинает использовать стебл дефьюжен с помощью этого скрипта вам будет легче понять как работают модели и как они взаимодействуют с другими настройками автоматика в xyz plot можно протестировать не только модели но и токены и лоры и апскейлеры стиле и другие параметры вашего автоматика вы конечно можете делать это все наугад как я в свое время и наверное как и многие другие начинающие нейрохудожники а можете это сделать намного быстрее и эффективнее с помощью этого скрипта рассмотрим на примере в первом поле где ось координат x выберем например стиле стиле это очень прикольный инструмент который я использую практически во всех генерациях далеко ходить не буду выберу cyberpunk dark фэнтези watercolor и сюрреализм где ось координат y выберем сэмплера это один из самых важных параметров так как все сэмплеры разные и на разном количестве шагов качество вашей картинки будет отличаться при этом у каждого разная скорость генерации поэтому чтобы понять соотношение скорость качество выберу и для примера эллир а дпм2 мк раз дпм2 с а к 1 и 3 мсд и экспонент айла на оси координат z выбираем чекпойнты я выберу рифа не мэйтед энверс дрим шейпер или рель ниже оставляем галочку draw legend это означает что все поля в таблице и все категории будут подписаны жмем генерировать и ждем когда все поля нашей таблицы заполнится картинками в итоге у меня получилось четыре сетки с примерами промпта разделенные по категориям моделей сэмплеров и примененных стилей где ось z это название моделей горизонтальная ось y это сэмплеры и вертикальная ось x это стиле теперь мы можем наглядно видеть как все эти параметры влияют друг на друга таким же образом можно протестировать клип скейп вайп апп скейлер и сэмплит степс скала си в джи скейл и многое другое для шкалы си в джи скейл си до сэмплит степс можно указать значение через запятую я например напишу 7 9 и 13 или в конкретном диапазоне для сэмплинг степс я напишу диапазон от 10 до 50 где в скобочках будет указан интервал через какое количество шагов будет генерироваться картинка жму генерировать в итоге получилась таблица где видно как изменяется картинка в зависимости от количества шагов и все джи скейл таким образом можно понять какие параметры будут лучше влиять для той или иной модели и избавит вас от необходимости перебирать наугад все настройки чтобы понять например на какой модели и на скольких шагах ваша картинка лучше всего получится подробнее о диапазонах написано на странице самого автоматика лоры текстовых инверсий в этом списке нет для них можно использовать функцию prompt sr которая расшифровывается как поиск и замена как работает prompt sr например мы выбираем какой-нибудь токен из пром то пусть это будет стимпанк добавляем его в поле prompt sr и дописываем к нему другие токены в столбик или через запятую на которую он впоследствии заменит токен который находится в вашем пром те генерируем и смотрим как они повлияли на вашу картинку то же самое можно сделать и с текстовыми инверсиями и с лорами добавляем первую текстовую инверсию в пром и те которые хотим протестировать а затем копируем их prompt sr оставляем только первую это важно иначе он не поймет что на что нужно заменить жмем генерировать и теперь можно оценить как текстовые инверсии ведут себя в пром и как они работают с лорами делаем точно так же добавляем все нужные лоры в prompt в prompt sr только при этом не забудьте убрать все триггерные слова иначе автоматик их тоже заменит и генерируем но если у вас лор очень много например больше ста то чтобы проверить как все они работают может уйти куча времени для этого есть одно расширение которое в этом поможет называется она лора q helper и устанавливается она так же как и тест майпромт через ссылку в экстеншнс к сожалению автор не добавил функции разделения моделей на обычные 1.5 и excel модели поэтому тестировать она будет все лоры которые есть в папке ну в папке лора можно конечно снять галочки с лишних моделей но по названию не всегда ясно лоры для excel или для 1.5 или как вариант следовать совету автора раскладывать лоры по подпапкам и как мы видим не все лоры сработали потому что скорее всего одни были модели 1.5 а другие excel это можно легко проверить заходим в лора и видим что модели у нас меньше чем сгенерировалась обновляем страницу видим недостающие лоры это лоры excel если генерирует на модели excel будет аналогичный результат частично сгенерируются лоры excel а 1.5 также останутся без изменения пользуясь случаем отвечу на самый часто задаваемый вопрос куда же девать с моей лоры автоматик отображает лоры только той модели которая в данный момент установлена для excel модели лоры excel для 1.5 лоры 1.5 просто смените модель и все ваши лоры появятся в принципе расширение будет полезно только для тех у кого лор очень много и вы уже не помните какая как из них работает у меня их обычно много и лично мне пригодилось чтобы эффективно с ним работать советую пользоваться цвета и браузером и о нем уже рассказывал если вы про него еще не слышали то посмотреть моё видео про установку моделей в нем очень удобно можно разложить загружаемые модели и лоры и все остальное по тематическим папкам или по подкатегориям ну а на этом у меня пока все ставьте лайк подписывайтесь на канал если видео было для вас полезным заходите в мой блог на бусте там я выкладываем много полезного материала помимо видео на ю тубе как раз недавно с помощью xyz plot я сделан большой пост посвященный различным токенам и как они работают в промте также приглашаю вас в нашу группу вконтакте поделиться своими шедеврами пообщаться в нашем чате с другими нейро художниками свои вопросы по работе автоматика форжа или фокуса пишите в нашем нейро чате там не отвечаю быстрее все ссылки я оставлю в описании и как всегда всем желаю всего наилучшего до новых встреч всем пока и и и и и